Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Если мы посмотрим на посадки томатов, которые высажены раньше и которые высажены позже, вы увидите, вы наверное на каждом видеоролике, который я снимала, видели, что вот эти первые посадки выгодно отличаются от тех, которые я высадила позже. Просто у меня не было возможности сразу высадить все томаты, они посеяны в один срок, но разница вот конечно огромная. Это зеленые, жирные такие, мясистые, а эти маленькие, желтенькие. Но так как они высажены в один срок, вот Настенька даже в стакане уже завязала плоды. И многие люди, у которых не было возможности из-за морозов высадить ран на рассаду, сейчас спрашивают, что делать. Рассада бледная, рассада подвытянулась, рассада плохо выглядит, как ей помочь. Я всех успокаиваю, и сейчас вот видео это сняла специально для тех, кто расстраивается из-за своего желтого вида листьев, из-за плохого состояния рассады. Вы не расстраивайтесь, можно даже ничего с ней не делать. Вот я ее высадила и буду только ждать. Добавила в лунки перегноя. Желтый цвет рассады всегда говорит о недостатке питания, в основном. Это был и холод, и недостаток питания. Она томилась в стаканчике, она пожелтела. И я вот, которые дальше все высадила, они все у меня выглядят так. По сравнению вот с этими, они кажутся, ну вообще пропащая рассада, никуда не годная. И я, как человек опытный, если бы она была негодной, я никогда бы ее не высадила себе в теплицу, вы это понимаете. Если я ее высадила, значит это нормальная рассада. Можете подкормить мочевиной, 1 столовая ложка на ведро воды, полить немножко. Можете побрызгать эпином, это стимулятор роста, по листве и запрыскивателя. Но можете ничего не делать. Я вот при посадке просто добавила перегноя. Сейчас они приживутся, начнут перерабатывать этот перегной. Азот пойдет по растениям, и они сравняются вот с этими большими, толстыми растениями. Сравняются и дадут тоже такой же хороший урожай. Все это будет в будущем. Они догонят, они выздоровят. Солнышко, хорошее питание, полив. Все оно выровняется. Не расстраивайтесь, если у вас желтая рассада такая слабенькая. При высадке в открытый грунт все будет хорошо. Если у них срок посева ранний, вот у меня срок посева ранний, она все равно, томат, у нее возраст большой. Она постарается все это быстренько нагнать. Вот сейчас у меня почти на всех кустах, я высадила недавно, уже помидоры висят. Все. Это значит, что растение уже берет питание из грунта, быстренько начинает формировать томаты, скоро изменится цвет. Я потом вам покажу, как она позеленеет. Она нарастит зеленую массу, и все будет хорошо. Кто хочет ускорить этот процесс, подкормите азотосодержащими удобрениями. Это селитра или мочевина, карбамид. Все. До свидания. Кто хочет посмотреть или получать мои видеоролики или какие-то статьи в первый же день, добавляйтесь, друзья. Заходите на страницу в Одноклассники. Ольга Чернова, 56 лет, город Биск, Алтайский край. Все рассказываю и показываю, все как сажу, как выращиваю. Все о томатах, о перцах, о цветах. Пока что у нас все хорошо, несмотря на то, что погода преподнесла нам нехорошие сюрпризы. Высадили мы вот эти вот хиленькие томаты, но они скоро догонят, и будут вот такие большие, зеленые, красивые великаны.